А сейчас информация телеканала Панорама ТВ, входящего в наш медиахолдинг. За два года в России насчитывается чуть более 1100 городов, в которых проживает около 75% населения страны. При этом, к сожалению, население малых городов с каждым годом стремительно сокращается. Почему же это происходит? Где, по мнению самих горожан, комфортнее жить? В мегаполисах или в малых городах? Об этом в нашей съемочной группе рассказали жители областной столицы. Накануне я думала про это, потому что есть желание уехать из нашего маленького города в более крупный город. Почему? Потому что здесь я, мне кажется, уже узнала все, что можно. И чего-то не хватает. Но преимущество в том, что здесь я дома, я знаю каждый уголок, здесь все делается неспешно. И вот этот лайтовый размерный образ жизни, мне кажется, он предполагает сделать больше дел. А в большом мегаполисе ты подчинен все-таки вот этому ритму. Отмечаю то, что в Твери, во-первых, намного тише, к счастью. Даже с Москвой все сравнивать, конечно, там очень шумно все, очень страшно все такое огромное. Вот. Поэтому я считаю то, что у маленьких городов, во-первых, преимущество в их историческом прошлом, а во-вторых, в их логичности и, в-третьих, в их, так скажем, культурном достоянии. С большим возможностей в большом городе. У меня, в принципе, все друзья в большие города перебираются. В обычных именно городах, по типу Твери, еще сохраняется, как бы, исторический образ города. Если сравнить с Москвой, Москва-Сити, это все уже неинтересно становится. Как бы религия, это не религия, это культуру надо поддерживать народу. Поэтому, ну, так как я сам с Москвой, я знаю, что там нечего делать. Мне сюда больше нравится ездить, чем в Москве. Инфраструктура должна быть развита. В любом случае, неважно, где в большом городе неохота жить, это человейники. А в маленьком все-таки должно быть комфортно. Например, в сельской местности живу, мне там вот больше нравится. С инфраструктурой там беда. Ну, в плане того, даже через суды обращаешься, через все, по дорогам. Должны восстановить, не восстанавливают по решению суда. Шесть лет уже не могут восстановить дорожное полотно. Допроситься какой-то по электричеству тоже очень тяжело. Вот в этом плане очень большая беда. Мне кажется, что можно существовать и развиваться там, где человеку комфортно. И неважно, это мегаполис, это деревни, маленький город. То есть то место, где тебе хорошо, где тебе уютно, комфортно, где ты можешь реализовать свои возможности, там и существуешь. Наш опрос показал, что в большие города в первую очередь стремится молодежь. Их не пугает напряженный ритм жизни в мегаполисах, большие расстояния и постоянно меняющиеся условия жизни и работы. Они готовы к переменам. Чего не скажешь о большей массе возрастного населения, которые во главу угла ставят благоприятную экологическую обстановку, более спокойный режим работы, до которой можно добраться менее чем за полчаса и другие прелести провинциальной жизни. А среди плюсов жизни в больших городах чаще всего называют большую зарплату и развитую инфраструктуру. Для многих, особенно молодых людей, это имеет первостепенное значение. Поэтому миграция населения из Тверской области по-прежнему существует. И чтобы переломить эту тенденцию, очевидно, нужно создать достойный уровень жизни даже в маленьких городах Верхневолжья. Например, хорошие доступные больницы, образовательные учреждения, объекты для проведения досуга, а также обеспечить в регионе достойную заработную плату и, конечно, рабочие места. Продолжение следует...